всем привет как всегда начинаю с благодарности спасибо всем тем кто пишет комментарии под роликами это очень интересно читать и я провожу довольно много времени с удовольствием читая ваши послания комментарии размышления советы и узнаю о вкусах тех кто смотрит youtube это тоже интересно ну и конечно благодарю всех тех кто оказывает материальную поддержку каналу это приятно чтобы там кто не говорил спасибо большое под каждым роликом есть информация о том как это сделать это здорово хотя это не главное главное это наше общение и музыка и давно я хотел показать удивительную пластинку вот показываю его фирма мелодия в каком году она вышла я уже честно говоря не помню но нарисую это черным пока льются слезы вокально-инструментальный ансамбль джаггер к ричард ричард на английском языке заметьте рубиновый вторник леди джейн rolling stones вокально-инструментальный ансамбль джаггер ричард на английском языке вот она вот они настоящие раритеты настоящие раритеты у меня кстати есть вот такая же пластинка египопа если кто не знает выходила в советском союзе пластинка египопа маленькая и записи там с тура который египоп катал после записи last life именно тот самый тур где давид боу играет на клавишных очень интересно всем рекомендую я покажу ее когда будет нужный контекст так вот я начал с этой штуки но и конечно же по многочисленным заявкам тех кто у меня не стол заявок между прочим я сразу хочу сказать это не то что а поставьте это это поставьте то это когда на радио работал тоже было очень очень круто зависит а поставьте это поставьте то поставьте себя поставьте 5 10 ну радио это еще ладно там можно тут-то я позиционирую те пластинки которые мне нравятся исключительно потому что тех которые не нравятся я тоже между прочим расскажу потому что у меня есть несколько дисков да короче говоря есть несколько групп которые я с детства прямо вот про на пронес через всю свою жизнь которые я в детстве безумно любил и мне казалось что лучшей музыки в мире не существует и исключительно по ностальгии я держу несколько пластинок которые мне решительно не нравятся вообще по всем статьям но мания коллекционерства но я не коллекционер я просто слушатель меломан такой да но вот эта мания иметь все какой-то группы несмотря на то что несколько пластинок это полное убожество с моей точки зрения все равно они стоят меня на полках и я про них конечно расскажу потому что многим они нравятся но сейчас речь не об этом сейчас речь о действительно шикарном альбоме лучшей группы мира как я уже много раз говорил the rolling stones я действительно так считаю и не только я ян андерсон из джет ротал тоже так считает он в одном из интервью которые я почти покажу у меня есть она на обложке концертного двойника которого у многих нету наверное это не burst and out это другой концертный альбом там он пишет я уже кстати говоря по моему об этом рассказывал что из всех рок групп мне нравятся две я считаю лучшими группами мира это the rolling stones и what zeppelin сказал ян андерсон джет ротал мнение которого для меня не является последним прямо скажем так вот этот блит 1969 год во всех разговорах с теми кто любит the rolling stones это пластинка просто бронебойная просто бронебойная просто вне обсуждений всегда rolling stones all этот blitz я тоже так считаю между прочим это год это прекрасный альбом с любой точки зрения записан в очень сложный период для группы в процессе записи умер брайан джонс альбом писался ну примерно год такого не бывало в истории the rolling stones чтобы год записывали люди альбом это так и было шестьдесят восьмом году стартанули и худо-бедно стали записывать песни you can't always get what you want и частично ее записали на сказать что мучили они ее несколько месяцев сначала записали несколько партий потом отложили в сторону потому что были туры были всякие другие дела миг джаггер снимался в кино кино под названием не помню каким какой-то какой-то авторский а performance называется называется фильм авторское кино и очень интересно про него написано что когда картину собрали был премьерный показ для узкого круга приближенных и тех кто принимал участие в съемках одну женщину в зале стошнила а до конца не досидел ни один человек вот так вот это настоящее авторское кино вот это я понимаю это радуга это а там авторское кино для для умных там что-то такое да вот как надо снимать кино так чтобы людей взяли тошнило и ни один человек до конца не досидел вот это я понимаю вот это производство вот это вложенные деньги не зря ну и так начали в шестьдесят восьмом году брайан джонс уже был никакой хотя его все любили все за ним ухаживали и джаггер и ричард очень хорошо к нему относились всячески ему помогали а он был уже таким доброжелательным улыбчивым слезливым обрюзг шим опухшим потеющим мужчиной не паху мало похожим на того светского дэнди коим он являлся но его все любили и старались как-то его поддержать тем не менее он уже в общем мало что мог и на этот блит он в двух песнях принимает участие в одной песне он играет на электро арфе в миднайт рэмблер он играет на перкуссии на арфе он играет где ливидми по моему если я не ошибаюсь но я прочитаю вспомню где но это электро арфы там не слышно нигде совершенно несмотря на то что в кредитах обозначен мы электро в смысле это сам авто авто арфа от авто харп это такая арфа которая в которой забиты условно говоря аккорды сразу нажимаешь на клавиши определенные и арфа уже звучит конкретным аккордом но это дело десятое you can't get always get what you want в процессе записи находился записали они песню hunky-tonk woman от которой все были в восторге и сами музыканты и те кто ее слушали и конечно это был хит она тут же вышла синглом на второй стороне была та самая песня you can't always get what you want урезанная урезанная версия был микс сделан для сингла специально и запись шла-шла с переменным успехом однако 9 июня 69 года мы перескосили уже все девятый год из 68 потому что я сказал там были дела были концерты были съемки фильма все это тормозило запись 9 июня все-таки джаггер с ричард с ричардсом пришли к брайану джонсу и сказали что он к сожалению уволен брайан джонс спокойно это воспринял совершенно потому что понимал что уже не может ничего делать он сказал что ну и ладно все равно на гастроли в америку я бы с вами ехать не смог и они порешили на том что джонс получает 100 тысяч фунтов сразу отступного и 20 тысяч фунтов в год до тех пор пока группа существует то есть если бы брайан джонс был жив он по сю пору бы получал бы 20 тысяч фунтов в год просто за то что он являлся отцом-основателем этого проекта и в общем с грустью они расстались а 2 июля того же самого 69 года брайан джонс умер утонул в бассейне как мы знаем причина причина смерти до сих пор то есть причина смерти это утопление до захлебнулся но почему как никто до сих пор толком сказать не может убили его там всякие версии как всегда убили не убили все что угодно можно говорить при этом джонс очень хорошо плавал но и хорошие плосы тонут как мы знаем я думаю что никто его не убивал конечно никому это абсолютно не нужно просто ослаб что-то случилось со здоровьем захлебнулся и утонул к сожалению очень очень жалко а 5 июля группа сыграла концерт в гайд парке что-то такое было там 300 тысяч по моему человек народу играли king crimson играла группа family и играли the rolling stones и концерт был посвящен джаггер посвятил его брайану джонс после этого запись продолжалась и получился шикарнейший альбом в двух песнях здесь играет миг тейлор уже на гитаре который не являлся членом группы на всем очень понравился и ему первое время значит поставили условия такой сначала ведь хотели сначала хотели братья река клептона гитаристом вместо брайана джонса клептон отказался потому что он был занят своим проектом blind фейт в этот момент времени рассматривался рон вуд который стал потом уже как мы знаем гитаре штатным гитаристом the rolling stones и рон вуд уставил по всем параметрам он играл в группе small faces и они позвонили на репетиционную базу small faces faces я сбился до ронни лэйн там играл на вас гитаре вот играл на гитаре и трубку взял ронни лэйн звонил миг джаггер и сказал это рон вот мы хотим тебя пригласить работать гитаристом rolling stones а лэйн сказал нет спасибо не надо повесил трубку и рон вуд об этом узнал только через пять лет кривая судьба рона года не сложилось но запись продолжалась тем не менее миг тейлор играл двух песнях как я уже говорил ему было поставлено условие что он получает 150 фунтов в неделю пока работает в the rolling stones а если они откатают нормально американские гастроли с ним то он уже становится штатным членом группы за другие деньги совсем ну и он откатал замечательно с ними тур кстати он выступил уже 5 июля в гайд парке на этом концерте и остался в рядах the rolling stones и следующие пять лет он прекрасно там чем существовал хотя на мой взгляд при всей любви моей и к the rolling stones и к мику тейлору это вещи малосопоставимые все-таки но тем не менее гейми шелта зато здесь развернулся кит ричардс по полной потому что основной гитаризм здесь конечно кита ричардса пластинка прекрасно записано прекрасно сведена если говорить о том как ее сводили джагер очень скрупулезно относился к студии на работе и например midnight rambler песня тяжелый блюз идеальный просто идеальный черно-белый блюз я бы сказал первая песня на второй стороне и и сводил вообще блюз самый блюз ботник который занимался группой the doors в лос-анджелесе ему отправили мастер-тейп и он сделал песню midnight rambler то есть творение ботника здесь ну начинается с гейми шелта ясное дело все гитары играет здесь ричардс поет мэри клейтон которую выбрали за ее такой вот этот вот черный вокал яростный и что что ну хит из хитов гимми шелта кто же не знает эту песню очень круто love in vain это песню у нас роберта джонсона переделанная переделанная ричардсу который очень любил эту штуку и она была выпущена сравнить недавно до той поры ричардсу не слышал она вышла на очередном сборнике роберта джонсона попала в руки ричардсу и он сразу сказал надо ее делать прекрасно сыграли на гитарах country hong это ремикс песни honky-tonk woman которая вышла синглом отдельно миг тейлор играет на слайд-гитаре акустической здесь и электрической чуть-чуть очень хорошо live with me блюзовый тяжеляк очень классный леон рассел и ники хопкинс играют на фортепьяно яростные буги-вуги чудовищные на самом деле на очень очень в тему вот этот блит шикарный номер опять-таки с с гитарами ричардса который повадился несколько партий играть уже и чем дальше тем больше что это происходило майк науменко взял за основу это произведение и сделал песню не помню как она называется вылетела из головы но я ее хорошо знаю даже играл на гитаре midnight rambler я уже говорил you got the silver прекрасный блюз трогательный и а вот здесь брайан джонс на автохарп играет как раз на этой арфе которую не слышно monkey man просто дикое безумие фанк оля джеймс браун и you can get you can't always get what you want та самая многострадальная песня которая записывалась несколько месяцев и в результате с английским хором получилось грандиозное полотно очень хорошо звучит альбом очень хорошо сыграно все чисто все идеально но эта чистота и идеальность не убила энергии здесь энергия в полный рост сохранена как это получилось я не знаю потому что на альбоме sticky fingers например все наоборот про него я поговорю дальше а пока пойду пить этот blitz я обожаю чего и вам желаю ну и конечно купите вот этот альбом если найдете где-нибудь фирмы мелодия ансамбль rolling stones пошел пить пока